Сегодня у нас четвёртый день, и сегодня у нас сойдёт тема глаголы. Тут очень много разной информации на тему суффиксов, прям очень много различных суффиксов добавляются. Я, скорее всего, это говорить, проговаривать не буду, потому что оно на слух это плохо восприняется. Лучше я это всё дело опишу, если вы смотрите в Ютубе, значит, я это напишу в комментариях под видео. Если вы смотрите ВКонтакте, значит, это будет в посте, прилагаемом к видео. В японском языке есть два спряжения. Глаголы в основном заканчиваются на букву У, то есть либо У, либо РУ, в зависимости от спряжения. Дальше есть отдельная группа глаголов, которая была взята из китайского происхождения. Они чаще всего заканчиваются на СУРУ. Ещё есть глагол КУРУ. Он вообще является неправильным глаголом и спрягается по своему особому правилу. Чаще всего используются, опять-таки, формы вежливости при глаголах, то есть вежливая форма и простая форма чаще всего используются. Как именно это всё прописывать, как делать вежливую форму, я это всё пропишу в комментариях. Есть ещё что тут у нас? Есть ещё два вида глаголов. Это у нас утвердительная форма и отрицательная форма. Тут тоже свои суффиксы прицепляются к словам. Дальше, если прицепить к корню глагола суффикс МАШИО, то это позволяет, ну, это создаёт форму приглашения к действию. То есть там, давайте покушаем, давайте поспим. Ну, и всё в таком духе. В японском языке нету настоящего и будущего времени. Есть только контекст, который мы должны будем читать. Допустим, если написано слово о том, что это будет сегодня вечером или там завтра, тогда у нас сразу понятно, что это будущее время. А так всё, в принципе, это одно и то же, что настоящее, что и будущее. Есть ещё какие-то глаголы бытия. Есть ещё глагол связка дес. Также есть ещё широко распространенные глаголы, так называемые составные глаголы. То есть они делаются из существительного, к ним присоединяется частица винительного падежа ООА и ещё суффикс СУРУ. И склоняются, спрягаются они по тому же принципу, что и глаголы, у которых было китайское происхождение. Вот. Это всё насчёт глаголов. Ко всему ещё расскажу про причастие и наречие. Причастие образуется путём добавления к глаголу суффикса ТЕ, а наречия образуются от прилагательных. Прилагательные предикативные, у них окончание И меняется на окончание КУ, а полупредикативные окончание НА меняется на НИ. Вот, в принципе, и всё. На сегодня это всё. Это к теме будет домашнее задание. Доделать хироганские токаны до сотни, то есть дописываем до конца программки. Ну, либо ещё два листа формата, четыре, которые пишут на листочках. И ещё будет, сейчас скажу сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь глаголов. Всего семь глаголов. Потому что вчера было добавлено очень много прилагательных, поэтому сегодня не так уж и много будет самые распространённые глаголы, так называемые. Вот, на сегодня всё. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.